Поехал бы Приветствуем друзьям Дорогие друзья, всем привет Бахтале, красивые, счастливые Дима, расскажи, куда мы едем Мы едем на конюшню Где когда-то держали племенных лошадей Чистокровных английских верховых Вот едем сейчас Игорем туда Посмотреть на этих красивых животных Да и вообще узнать, жива ли она, это каниферма И вообще есть там лошади Короче, вот туда мы держим путь И покажем все это вам, друзья Подъезжаем к конюшне Машины какие-то стоят Значит, что-то там Может, это Оксанка Сурзуха своих сюда перегнала Лошадей Все напрыгнули Когда ты здесь был последний раз, Дима? Да я время от времени заезжаю Где-то год назад я был Просто узнаю А, после событий был уже, да? А, нет После событий не был Значит, уже два года Ну, это такие рабочие Это лошади рабочие Видишь, какие-то здоровые какие-то Ноги толстые Сами коротконогие О, дядя Вася тут Сейчас узнаем, что тут Что тут Бахтовэ, родной, я тебя не узнал Будешь очень богатый Вот этот, вот этот я помогал парк строить Пойдем сейчас полазим Что-то тут посмотрим Сегодня Очень ветрено на улице Здравствуйте Просто давно не были Это Сергей Тайгард Сейчас просто конюшни пустые Вот тут же лицо стояло Сергей, а то вы слышали, что тут это конную школу Открыли для детей Есть, есть Ну, это нет Как бы немножко тут дети Напорсачили Местные дети Ага Они по-своему еще восприняли Вот это вот Детограмма, там, телеграмма Привили инициативу Здесь как бы занимаюсь Я занимаюсь детишками Ну, это платно А сколько стоит? Ну, занимаюсь там Сейчас вот Было 500 рублей урок, так скажем 45 там Практика 15-20 там Теория Ну, все Куча там Сейчас где-то Занятий Ну, уже надо повышать Потому что Как бы Сереж Хотел спросить То есть вот, ну, друзья Если вот так Приехать Ну, чтоб хоть попробовали Верхом сесть там Поводить их там Ну, детей? Не, ну, взрослые Не, ну, понимаете Взрослых Если вы знаете Тут лошадей-то Таких готовых Таких Это хоть бы не искаковую Такую Хоть бы Клячу Какую-нибудь Одна кляча Одна кляча Осталась Рабочая Ее хвост Врыву Катаем Она тоже Устает Устает Она кляча Еще Ну, она адекватная Как бы Под детей Там, служится Там есть молодые Эти Оксаниных Ну, не надо Лошадь Трогать нельзя Они тоже там Отечались Вот Вот сейчас Еще одного Готовлю Специально Еще года два назад Взял Он черненький Рысачок Солорский Рысак Он такой маленький Как раз Под формат детский Такой Ну, тоже Упустили момент С этими Войной Там Ну, где-то Год-полтора А, толком Не занимал А сколько ему Год и четыре Ну, сейчас уже пять А, пять Ничего себе Детский формат Блин Это детский формат Да? Считается Ну, он да Как бы По детский формат Он такой буйный Да, я вижу Как он С характером Да Я люблю таких А еще один Да, вон дальше Какой Так обувил От ракенецкой породы Тоже Вау Красота Ну, как Сирил Да, серьезно Мата кашек Вообще не осталось Да? Ну, что осталось Чекашки немножко Да Чекашки тоже Под детский спорт Они как бы Не катят Да, они куда Они такие Что Это рысачок такой Он это Класс Классный Уже это Классный Красавчик Тебе надо было Морковки взять Или яблоко А есть овощи Какие-то Или фрукты Где-то Ну, купить Я имею ввиду У них рацион Сено-соломы Лишнему давать Тоже Фрукты нельзя, да? Яблоко там, допустим Угостить Ну что, яблоки не любят Ему вообще не охочется Увидел нас И сразу к нам В нашу сторону Поскакал Класс Какой красавчик, а? Да? Хороший Хороший Хороший, друг Хороший 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 Красиво Ничего себе Детский формат Я, конечно, в этом Не разбираюсь, но Мне не очень Спокойно рядом Стоять с таким А кобыла еще крупнее По-моему Людей ничего нету Все люди Которые работали Все пошли в народное хозяйство Потому что зарплата ноль Не устраивают людей Да, да Все пошли на стройки Сюда бы вернуть этих людей Они и берейтерами могли работать И конюхами хорошими И воспитатели Берейтеры Воспитатели лошади Уже в такой формате ездить Слушай, ну Офигеть Если честно Я же это Я, честно говоря, не люблю Такими копытами Это крупные копыта, да? Да Хорошие, хорошие Нет, ну так Слушай, ну на здоровый Поехать У меня император был Метр семьдесят шесть В холке Игорь У него такой круп был Вот я садился на него Он мягче, чем Мерседес Вот так, пальчиками У меня пьет У нас есть дружба была Такая просто Класс Класс И мажор у меня был Метр восемьдесят два В холке Это мой рост Это вот тут в холке Вот метр восемьдесят два Мажор был Это представляешь Что это за коняра Мне сложно представить Потому что Опыта нет Даже рядом с такими красавцами Не стоял По телевизору видел И все Не пьешь У нас тут губа Я вообще люблю лошади Мне казалось Я бы тут и прописался Я тебе честно Слышишь, а кобыла покрупнее Визуально Да вроде бы просто далеко стоит Да нет, ну уж Далеко стоит А Кажется крупнее Кусавец Хорош Общение хочется Или Ты ждешь Вкусняшек А Друг Тоже любите Когда вас гладят Да? Можно замыкать У нас он тоже Понял Что сидит Сидит в Дании Или в Германии А то тут вот это Ух Перед девчонок вместе Ух Гируют Ух Ха-ха Ух Ой, ты ёпки Какой красавчик Да? Да, все ребятки Американец Гля, здорово Из Америки Жаребец Да? Да Из Америки Это он покрывает Или он просто Ну типа да Должен крыть Из Америки в Аберике там умеют ухаживать за лошадьбитами. Мне нравится этот лохматый, чтобы были грибы. Это тоже чекашка, чистокровный производитель. Это габарит или бампер, как его звали? Банкир чешок. Ой, а вот это какой классный. Это вообще красавец. Я этого и не знал. Он молодой, ему лет с 5 наверное. Классный конек такой. Да, вообще лягу. Логи такие классные. У него мама там легендарная. Астра. О, я люблю. Вот это вот, с этой холка какая. Обалдеть. Лень какой, вот зайдите. Да ни хрена, я не хочу. Да, 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 вакуум. Мы же производитель, поэтому жеребцы они строгие ребята. Да, да. Ты планует молодой. Да не хочу я рисковать. Да у меня император такой был. Он коричево говорю, ты его не заходи, он говорю, тебе он упадет. А я всю жизнь, я говорю, ну не надо. Он говорю, понимаешь, вот с характер. Ну не так же. Вот заходил, вот так до свечу становится. И вот так впереди, слышу только. Охренеть. Вот так лежит, голова разбита. Маленький жеребец. Ну да, не хочется сюрпризов таких. Погладить. Ладно, а заходить к тебе, друг мой, не хочу я. Я вас не знаю, кони. Сюда залезть. У них вот это, у чекашек, это вообще, это просто. Вот если хороший лошонок рождается, либо растянется, либо вообще что-то. Это тоже говорят, там, через сухожилие порвал. Момент. Их надо вообще настолько бережливо. Это вообще вот такая картинка, картинка, можно на выставку. Все у него чекашенская. Дымая шея такая, нодры. И подгибает волосы. Вот уже мощный, да, корпус. Все, параметры. Рост, вес, волос. И, говори, погладь, не бойся. Да я глажу их, я просто близко не хочу подходить. Да не бойся, не надо меня. Но он, видишь, покусывает тебя. Ну его нафиг. Меня император за икру, на них ухватил. Раз которого с того, опыта нет, я не хочу. Я не знаю, как они себя ведут вообще. Это такой порядочный все. Все можно любить. Я люблю чистить. Их чистить. Делегентный все. Они вообще порода. Английский читокровный верховая называется. У них интеллект, у них все. Они очень адекватные. Они очень, значит, человека асоциаленны. Что, где-то задирается. Где-то вот такая. Поставка. Да, немножко. Выгоди. Вы так поставили. Он ровный. Он ровненький. Он так вот и выжил. Стоит, да, просто. Он весь ровный. Все, расставчик. Да, да, да. Ася, Ася. Ася, хороший. Паркетовод это жребец, да. Жребцы вот эти все. Класси. Ты по носу так не надо жребцать. Они начинают потом улыбаться. Видишь? Ага. Улыбаться. Да. И вообще, как бы лошади пошлять надо вот. Ну как? По шее. По шее. Кворде лучше не лить. Ну, как бы, не разбаловать их. Начинаешь тут, потом они начинают цепляться. Начинаешь кормить, кусают, хватают что-нибудь такое. Понятно. Да. Поэтому все надо делать правильно. Правильно. Не очеловечиваться. Все-таки живут. А то же амуниции, наверное, не манят. Все есть. Все есть. Удечки, удечки. Все есть. Все есть. Лошадей, как бы, вработанных таких. Обученных. Мало. Некому было обучать. Я пришел сюда года три назад. Ну, купил коня и начал. Томат. Там сбор. Сбор там и матки две. И вот это, рабочая одна лошадка. Телегу возят. О, телега знакомая. Я тут помню. Рабочие моменты. Телегу вывозили. Тоже надо. За место трактора. Еще солярку покупать. Ну, да. У нас тут хоть был, короче, динамит такой, это, рыжий. Динамит-то? Ну, что-то да. Да, это самое. И вот тут я, короче, на нем это выехал. Ну, не ехали в поле. Я говорю, да, тут хоть не помню. Короче, открывается бас резко. Он вот так как поворачивается на галопе, на 90 градусов. Да, да, ты рассказывал. И я вот так с него как вылетаю. Хорошо, что я так шею, это, ну, короче, подогнул. Сгруппировался, правильно? Да, сгруппировался. И Люха говорит, Димон, я саду, ты думаешь, сейчас рянешь. Ну, я так на ноги встал, ничего нормально. А он, короче, отсюда вылетел, а тут брычка стояла с говном. И он, короче, грудью, об край брычки как-то ряпанулся. И вот так, Серега, все вот так распанал. Так мы ему, короче, губовертку давай наживую зашивать там. Ну, короче, зашили спрей, забрызгали. Ну, зажило как на собаке. Ну, просто в этом базу у меня такое чудо было, да. Это опыт, да. Я с этого маленького ключицу сломал, с этого Черникова. Только как бы заездили уже с Виталием. Виталий, вот он, знаешь уже, нет? Здесь же работал он. Ветеринаром? Нет, просто он тут и конюхом. И вот он мне помогал, он заезжал, первый раз, я старый. Виталию засунули, все, все, делал нормально. А потом, какое-то время, птица как дал мне, нет? Ну, глянь, какой красивый. Это тоже чистокровный. Ну, это уже в возрасте, меренок. Меренок, да. Это, как бы, тут эти девочки-любительницы понагубляли себе вот этих коней. Там, там, там. Так это чей-то, да? Чей-то, да. Ну, их тоже все. Кто тебя? Кто-то уже покусал. Да, но где вот такие, говорят, вот, ну, подседлать, поехать в степ, там, по этим самым, знаешь, как это просто, это такой кайф, это, это как ты вообще в другом мире оказываешься. Понимаешь, просто в другом мире. Вот я про эти степи, так сказать, вот для этих целей, ну, есть, не то, что это я там придумал, делаю там группу, 5-6 лошадей, такие мужчины приезжают, рюкзаки на этих лошадей, поехали, он, каменная могила, Володарский лес, там, на два, на три сутки. Ну, лошади нужны адекватные, такие эти, рабочие, тяжики какие-нибудь, там, советские, владимирские тяжеловозы, или просто там беспородные вот эти, кировские, там, вятские, породы есть такие специально для передвижения. Поехали, там, компота с собой взяли, удочки. Ну, таких, конечно, ты в поле не поедешь, ему поле покажи, будешь, в Донецке остановишь его. Да, я думаю, катали в Донецке, ничего, нормально. Не, ну, это, когда опытные люди. Не, ну, было, да, ну, это, да, про опыт, правильно. Про опыт, а вот такие люди пришли, что, организую, 5-6 лошадей. Мы раз поехали, у нас Нинка там ебдулась, это, птицы испугались, она там ебдулась, потом 10 километров пешком, блядь, и шла. Не, я говорю, надо таких спокойных лошадей, чтобы группа пришла, подседлали им лошадей, там, инструктора какого-то одного послали. И все, и поехали, там, с ночевкой, костер, лес, рыбал. Я любил всегда почистить, грибы дочесать, чтобы аж пристел. Ну, да, конечно. Макухи в овес немножко добавить, рыбьего жира, старатки, понавыдавливаем туда жира, император жрет, аж чавкает. Хорошо, я рыбой занимался, у меня рыбы, блядь, тонны были, этой рыбы, блядь. Мне ему выдавить туда рыбы было, ну, как бы, голову вот так судака отрываю, так жир туда выливаю, прям в овес его. У меня куртка была кожаная, короче, такая короткая, она у меня вся рыбой пахла. Так вот, если я в ней заходил, ну, он меня всегда вот так сжевать ее пытался. Ну, что они, чувствуешь? Нюх, обоняние, слух сильнее разве, чем у человека. 5-7 раз. Зрение там немножко, как говорит наука, немножко отстает от человеческого. Ну, как говорят, у лошади зрения, это его копыта. У меня толк такой был, такой красивый, вот такая лысина, 4 носка, белая. Красавчик. Лас. Да, вот это кони, конечно. Ну, да, не совсем молодые, да? Да нет, эти не молодые уже. Я вам спросить, а вот эти лошади, которые 4 сгорели, им памятник таки не поставили? Как сгорели? 4 сгорело, я не знаю. Да, да, я Васю держал, я не расскажу. Секретники. Да, тут же раз, это, поехали, ехали уже со Львова, это, со скачек, везли лошади, ну, уже сезон закончился. В Каневодске, бля, да. И в Каневодске, вот тут уже, ну, подъезжая к Мангушу, курили, и, короче, за этот, попал в это. И 4, 4 элитных, самых лучших, первые места там, которые вообще такие, ну, одного, да, спасли, как бы. А трое, трое таки сгорело. Такие лошади были там вообще, там, красавцы, такие, что, как задует, что, блядь, там слезы с глаз. Ну, здесь же, вон, памятник стоит, это, ну, по производителю. По родителю, да, это. Я так понял, тут, как бы, Советский Союз, система когда была, Советский Союз, коневодство, по породам было распределено. И вот чистокровная английская порода была, флагман породы был, конезавод «Восход» в Краснодарском крае. И они дали сюда. Девося, сварили, чтоб на коня садиться. Чистокровный английский. Вот он, по-моему, Чигарскоп или. А он, знаете, как он погиб? Он ебанулся головой об швели. Ну, все, может быть, да. Бегал, бегал, вот так ебанулся и все, да. И все, да, и не встал уже? Ну, травма. Север, да, травма. Такие частенько бывают, по недогляду. От него, говорят, лошадка были. Все скакали. Ну, его и дали сюда специально, чтоб ввести линию, ремонтную или там отдельную линию. Он в Москве там такие самые элиты, призы там выиграл. А наша селекция как распределена? По линиям, по гнездам, чтоб не было кровосмешения близкой, родственных смязей. Инбридинг называется. Вы с дядей Васей вдвоем сейчас, да, работаете? Ну, да, еще он. Не, нет, вот Федя еще работает. Федя еще мужчина тут заводит. Ну, так, еле-еле. Почти памятник, посмотрим этого. Пойдем. Я даже забыл, как его снимали. Гороскоп, блин. Гороскоп? А, гороскоп, да, гороскоп. Вот этот фонтан я помогал делать. Вон тут. Вот тут березы вообще посадили. Но они нихрена не принялись. Посадили другие. Фонтан немножко распал. Площадку. Это знаешь, для чего площадка? Когда покупатели приезжают или там смотреть. Вот сюда выводили. Вот таких. Да, я понял. Человек вот тут идет, а вот коня. Угу, угу. Смотри, десертка. Да, смотри. Тут лошадей всегда замывали, где вот это вот стоит. Где память? Машина моя. А, память и код. А, о, гороскоп. Кто-то вспомнил. Гороскоп, конечно, легендарный был. Конь. Так это первый? И это был тут, это коня привезли с Москвы. Уже были матки. Ну, не было, было маток, но не было хорошего производителя. И вот в Москве он там выиграл все самые крутые призы. И вот его там купили тогда, помню, за полмиллиона еще. Через полтора миллиона. Ну, не помню, но это большие деньги, да. Его купили. И он давал это самое. Ну, от него все скакали лошади. Все. Все дети его, все скакали. И скакали просто классно. Вот такой производитель был классный. Да, а гены, да, все-таки? Да, ну. Играют роль большую. Ну, потому что, как бы, и у него предки были тоже. Суздаль и Гаяна, это мать. Суздаль, это отец Гаяна, мать. Был гороскоп. Я тут на этой конюшке прожил лет пять, а то, наверное, или восемь. Я не буду сейчас стоить. Ну, вот смотри. Император, мажор, мажор и этот самый, Атол. Трудно, да, где-то лет восемь, наверное, проездил сюда. Да. Мажор вот у меня был. Он больше всех этих был. Он вот такой в холке, вот мой роз был в холке. Ноги тонюсенькие, вот такой здоровый. Ну, его почему никто не любили? Его, кстати, в цирк продали. Это ты чё? Этот самый, да. И этот самый. Потому что он, это, к маткам бегал сюда. Я это дело подветил, хлыст сюда под ногу. Как его отхрестил раз. Так вот потом начал слушать, знаешь, как он такой. В степь выезжаем, все, он туда уже не смотрит. А, раз как-то через неделю едем в степь, и отсюда мы выезжаем. Мы садились прямо там, в конюшне вверху. И всё, я выезжаю, и смотрю, он голову туда. Я только хлыстил, так, вот так, ну. Он раз, всё. И после того, ни разу больше, вот, это, не пытался. У них и запах, знаешь, как они слышат, кто к ним подошёл, кто за ним ухаживает. Они там, лошади-то, пошли конюшки посмотрим. Тебе очень тут нравилось, понимаешь, тут совсем другой мир. Отходишь от всех каких-то проблем, этих городских там, забот, всякой ерунды там. Слушай, ну это не маленькое хозяйство, здесь столько работы. Ну, это хозяйство, я хочу сказать, огромное. Кубки здесь, лизы, дипломы. Вот тут вододопорная была. Я, короче, в один год им сделал, вот тут все денеки. Вот этот весь, вот эту всю колюшку, всё им сделал за два месяца. Я повыгребал всё говно, позабивал глиной все, дамократы высушил, всё им тут сделал. О, пони, да? Это пони или? Что ты, красавчик. А что, воду сейчас сюда прям подают, не надо разносить, да? А, да, у них не впадай сейчас прям вот, понял? Что? У них поилки сейчас такие сделали, носом натер, опа, и всё. Ой, запах родной, я вообще запах говна. Запах родной, запах говна. Да, вы, я, вы, я, запах родной. Говорят, а что тут родов? Я говорю, говно. Пошли, не пахли. Да. Такое дело большое нужно любить. Ой, Игорь, знаешь, сколько людей, вот если истории посмотреть, сколько вот вообще людей побросало, попродало квартир, машин и просто отдали свою жизнь вот лошадям. Вот если коснуться в эту историю, то это просто столько случаев, это просто пипец. Потому что вот когда ты с ними начинаешь жить, это совсем другой мир. А я тебе ещё хочу сказать, так это особо, это особо никакие ещё иконы. Вот когда ты, ну, сталкиваешься с чистокровными. Да. И с теми лошадьми, у которых есть характер, душа. Это вообще-то просто вот, ну, это просто, это не передать. Ты забываешь за всё, я же тебе говорю, сколько таких случаев, когда люди расставались со всеми, со своими состояниями, для того, чтобы только побыть с лошадьми. Да, здорово. Ну, и даже вот специально заводят, такие вот, ходюшки. Ну, это у кого там бабки есть, конечно. Дядя Вася, а что вот это за лошади вот эти? Хорошая лошадь. Хорошая жизнь. Продаются? А двоих меня продал. А какие сейчас вот цепи зайдут? Пить там 120 тысяч. А, ну, это довольно... 150, 150, 120 тысяч. Ну, это ещё довольно-таки недорого. Доллар. Да, долларов. Жеребец, жеребец, которого этот уграл в степи тогда. Скакал такой. А, Ридон. Ридон, да. Ну, а он не жердан, а который угорел? Ну, да, лишь. А тот, который вот с ожога без стоял, он выжил потом или тоже? Выжил, да? А этот... Ридон вспомнил. Ну, Ридон быстро бегал, а Джордана целью рекорда установил. Ничего себе. Так, Ридон, знаешь, как бегал, он сюда его выпускал, его даже... Он такие тут круги наматывал. Что ж пить, я говорю. Что вертолёт? Он, Джордана, на тысячу метров назад 58 секунд прошёл. На 2 секунды улучшил рекорд. 2200, почти 11 секунд. Апотчик. Дядя Васильевна, это чей-то или ваш? Смарюполя. У него задняя ножка травмирована. Левая. Их было трое. Двоих накрыло под обстрелом, а его зацепило чуть-чуть. Ну, выжил. Бурочка, видишь, нарядная вот эта? Она была накрашена, и у неё ещё этот откидывался зонт такой, ну, сверху. И мы это, у нас тут кот стоял такой серый в яблоках. И мы его, короче, запрягли в эту бурочку и говорили, вот, поехали к невесте. Я говорю, поехали, только я за вожи берусь. А ты, говорю, как барон, ну, ты же, говорю, к невесте. А ты, говорю, как барон, сиди там, кури и это самое. И мы там как подлетаем к его невесте на этой брычке. Он сидит, Наташа. Зовёт её. Тут выходит Наташа, говорит, все пацаны на мерседесах приезжают, а ты ко мне на брычке. Говорит, так, давай, не парься, прыгай, говорит, поехали в магазин. Ой, помню, доржались с Илюхой тогда. Тут весело так время проводили вообще. Что там на горизонте горит? Да, ну, тушат что-то там. Это, сено, сено загарилось, да. Ну, сено это такая зараза, что его тушить очень сложно. Знаешь почему? Потому что огонь туда внутрь заходит, понял? Что? Что за холодильник? Огонь, огонь. А, ну, понятно. Вот сверху разгорается, а идёт туда внутрь, как петин. Понял, что понятно. Его тушить очень тяжело. Его надо тушить и откидывать, тушить и откидывать. Ну, это такие лошади, вот, от них работать можно. Детей, вот, видишь, вдоги какие. Да, копыта здоровые. Ну, видишь, всё надо чистить. Надо напильников шкребать, их, видишь, какие копыта неухоженные. Да. Всё, это нормально. Это непривыкшие, видишь? Угу. Красивые. Угу. Вот я люблю верхом на них вообще, это просто. Такая красота. На этих лошадях. Глянь, у меня есть глаза какие-то стеклянные. А я, да, обратил внимание, думаю. Она не слепая, нет? Нет, нет, нет. Да, цвет глаз. Интересный какой-то. Боится, видишь? Угу. Испуганно, стекает. Уши заложила, боится, видишь? Угу. Брать тебе видишь. Я тоже не видела. Дядька Васька, такой классный, вообще. А я понял, что классный мужик. Тут грех настоящий. Угу. Ну, знаешь, настоящий грех. Не пиндос, блядь. Угу. Такой охуенный дядька вообще. Еще тут был сапах, который вообще крутил эту конюшню. Ну, при сапахе конюшня жила вообще, блядь. При сапахе лошади продавались по 12 тысяч долларов, по 25. Вот это маточник был полностью весь забитый. Маточник весь был забитый. Тут лошадей было. Просто звездец сколько. Это все матки. И на них было тут на всех один пробник. Нет, два пробника и один производитель. Угу. Такой производитель был очень хороший. Забыл, как его звать. Это тоже американская лошадь. Смотрите, друзья, какое чудо зовет нас. Ха-ха-ха. Подойдем, блядь. Давай, блядь. Вот это чудо. Ха-ха-ха. Девочка. Все, ты. Мы проходим, а она нас зовет. Малышка. Такая малышка. Ха-ха-ха. Внимание тоже хочется, да? Всем нам хочется внимания. Да, Игорь, все хотят любви. Да, общение, хорошего общения, да? Блядь, какой петух красивый, блядь. Сейчас подойду, подожди. В сапогах прям. Ну, чудо. Ой, чудо. Хочется поиграться тебе, да, наверное? Скучно одной тут. Звать будешь снова, да? Хе-хе. Да? Хе-хе. Малышка. Ой, Игорь, они уже чувствуют, что ты их будешь. Сосичками кормить. Надо дать одновременно и одной, и второй, чтобы они друг у друга не забирали. У меня тузик такой, он у босса со рта забирает, а потом тузика голова у босса во рту оказывается. Ха-ха-ха. Ади, баяк. Иди сюда, иди мой хороший, иди сюда. О, все, уже день не зря живут. Да. О, все, уже день не зря живут. Итак, друзья, сегодня мы с Димой прокатились в Мангуш. Посетили конюшню. Классно провели время. Да. Встретил я старых друзей, показал Игорю лошадей, чистокровных, английских, верховых. Правда, конюшня не такая, как 15 лет назад. Ну, ничего. Друзья еще живы. Слава Богу, и кони там есть еще неплохие. Ну, как бы, время провели довольно-таки неплохо. Да. День был замечательным, друзья. Всем мира и добра. Счастья и крепкого здоровья. Пока. Пока. Счастья и крепкого здоровья. Счастья и крепкого здоровья.